Что происходит с нашим организмом сразу после смерти? Вы никогда не думали, что будет с вашим телом после смерти через минуту, через час и спустя сутки? Давайте разберем хронологию процессов, происходящих в теле после гибели организма. В момент смерти. Мы часто думаем о моменте смерти, как о моменте, когда прекращается сердцебиение и дыхание. Однако считается, что наш мозг продолжает работать в течение 10 минут после смерти. Поэтому наш мозг, возможно, способен в эти минуты осознавать смерть. Один час. В момент смерти все мышцы тела расслабляются. Это состояние называется первичной вялостью. Веки теряют напряжение, зрачки расширяются, челюсть может опуститься, а суставы и конечности тела становятся гибкими. При потере напряжения в мышцах кожа обвисает, что может привести к тому, что выдающиеся суставы и кости тела, такие как челюсть или бедра, становятся более выраженными. Мышцы расслабляются тоже, включая те мышцы, которые обычно у нас напряжены круглосуточно. В течение нескольких минут после остановки сердца происходит процесс, называемый смертельной бледностью, когда тело начинает приобретать характерный оттенок. Второй, шестой часы. Поскольку сердце больше не перекачивает кровь, гравитация начинает притягивать ее к участкам тела, расположенным ближе всего к Земле. Начиная примерно с третьего часа после смерти, химические изменения в клетках организма приводят к тому, что все мышцы начинают окоченевать. Интересно, что старый обычай класть монеты на веки умершего мог возникнуть из-за желания держать глаза закрытыми, так как трупное окоченение поражает веки быстрее всего. Седьмой, двенадцатой часы. Максимальное окоченение мышц. В этот момент конечности умершего трудно двигать или манипулировать ими. Колени и локти будут слегка согнуты, а пальцы рук или ног могут казаться необычно искривленными. На двенадцатом часу и далее. После достижения состояния максимального окоченения мышцы начинают ослабевать из-за продолжающихся химических изменений в клетках и внутреннего распада тканей. Этот процесс, известный как вторичная дряблость, происходит в течение одного-трех дней и зависит от внешних условий, таких как температура. Холод замедляет этот процесс. Во время вторичного окоченения кожа начинает сокращаться, создавая иллюзию, что волосы и ногти растут. Затем трупное окоченение исчезает в обратном направлении от пальцев рук и ног к лицу в течение 48 часов. После завершения вторичного окоченения все мышцы тела снова расслабляются.